Смотрите, небольшой нюанс. Помимо лапы леопарда у нас есть еще так называемый медвежий захват, который достаточно энергоскопичен для вашего тела, когда вы встаете столько пошире и работаете с противоположенной стороной тела, разминая вот эту огромную мускульную массу, лучше всего, не передвижая позвоночник, одеть на себя так называемую медвежью шкуру с медвежьими лапами. Берем просто плечи вперед и вот так раз у нас получается вот такая стойка. Вдолго вы мне не простоите уставных трещин, но зато очень удобно обрабатывать вот эти мышцы. Причем можно делать такие ломанные захваты, все тело, всю боковину человек обрабатывает. Но потом не забудьте его снять. Некоторые раз и встали потом, и все, и у них плечи остались развернуты вперед. Это неправильно, вы себя немножко, да, травмируете этим. То есть как вы его одели, проработали, так же его и сняли. Да? Вот. Далее смотрите, когда мы работаем с точками, вот мы плечи прошли, и здесь я вам показывал на крестце, помните, выходит нервное окончание. Они вот так вот туда, в ягодицы, дальше в ноги уходят. Здесь есть точки, вот практически такая гребенка идет по краешку крестца нашего. Вот такая, да? Между ними выходят нервы. Эти вот гребеночки, вот эти вот косточки, вы можете их найти и нащупать просто пальцами. Пощупываете, да? И сразу увидите. И, соответственно, их там получается 4 или 5 выходов. Вот начинают отсюда, вот нащупал, сформасировали эту точку, сформасировали сверху. Ага. Да, они болезненные, потому что оттуда же идет нерв вседаличный. Да, это щупал. С этой стороны, с этой. Смотрите. Да. Не попал. О! Подальше. Да.